Накануне прошел очередной прямой эфир первого лица республики. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в режиме онлайн-вещания отвечал на вопросы дагестанцев. Работал номер, по которому поступали звонки. Предварительно свои вопросы дагестанцы могли оставить на личных аккаунтах главы в социальных сетях. Как всегда, обсуждались самые разные аспекты жизнедеятельности республики. Глава Дагестана рассказал о встрече с президентом Путиным, на которой обсуждались насущные проблемы региона. Среди вопросов, которые поднимались на этой встрече, юбилей Дербента, предстоящие выборы, благоустройство Махачкалы и других муниципалитетов, образование и состояние больниц, поддержка наших соотечественников, живущих за пределами Дагестана. Рамазан Абдулатипов дал соответствующие указания, поручив выполнение каждого вопроса конкретным лицам. Подробности в нашем следующем материале. Трансляция очередной встречи проекта «Открытая власть» велась из Дербента. Юбилей древнейшего города – один из пунктов обсуждения. Началась прямая трансляция с того, что глава Дагестана рассказал о встрече с президентом Путиным. Принятая программа развития Дагестана до 2025 года – беспрецедентный для страны документ, призванный помочь республике решить давние проблемы, завершить переселение на Валакского района, восстановить Ауховский и решить ряд других вопросов. Мы очень фундаментально обсуждали целый ряд проблем. Прежде всего, нам удалось принять постановление правительства Российской Федерации об опережающем развитии Республики Дагестан. То, что не удавалось многие годы. Соответственно, мы разработали программу по реализации этого постановления по социально-экономическому развитию Республики Дагестан до 2025 года. И первая просьба была, уважаемый Владимир Владимирович, по вашему указанию разработана программа, просьба ускорить принятие. Через неделю программа была подписана, и теперь мы – один из немногих субъектов Российской Федерации и первый субъект на Северном Кавказе, который имеет такую программу до 2025 года. Это при поддержке президента Российской Федерации. Подчеркну, что эта программа не рассчитана на то, чтобы кушать или откармливать кого-то. Эта программа рассчитана на развитие Республики. Первое. И второе. Десятилетиями у нас откладывались вопросы, которые надо было решить. Ауховский район, значит, 70 лет мы решаем. Значит, там, Храхубами решаем 10 лет. Там, Гацатлинский ГЕСТ, там, компенсации мы еще не решаем. Поэтому все эти вопросы заложены в программу. Рамазан Абдулатипов рассказал о планах федерального руководства по организации в Москве логистического центра для того, чтобы у Дагестана было больше возможностей для реализации своей продукции. Что касается юбилея Дербента, глава еще раз коснулся разногласий по поводу дат. Разъяснение по этому вопросу дал руководитель Дагестанского научного центра Академик Хизри Амирханов. О предстоящем театральном действии рассказал режиссер праздничных мероприятий. Рамазан Гаджимурадыч предложил очень глубокую философию этого мероприятия. Гончарный круг как некое колесо истории. И, в общем-то, с помощью гончарного круга мы и будем попадать в разные века, эпохи. Гончарный круг будет рождать нам легенды о Дербенте. Ну, понятно, что мы встретимся с известными людьми, которые бывали в Дербенте. Я сейчас не буду раскрывать действительно всего то, что будет происходить. Я надеюсь, что, в принципе, мероприятие будет интересным. Подготовка к юбилею под контролем Кабинета министров, члены которого присутствовали на этой встрече, получая поручения главы по каждому вопросу и отчитываясь по обсуждаемым проблемам. Это касалось всех прозвучавших вопросов – от отсутствия единых учебников в школах до необходимости установки светофоров в Учхозе и Семендере. Рамазан Абдулатипов дал свои комментарии по поводу возмущения людей, прошедшими в некоторых муниципалитетах досрочными выборами. Вопрос такой. Уважаемый Рамазан Гаджимурадыч, выборы в муниципальные органы власти во всей России назначены на 13 сентября. Однако во многих муниципалитетах республики уже вчера, позавчера или вчера старыми составами представительных собраний выбрали глав районов и поселений. Они боятся, что на выборах бы не победили, поэтому заранее все это устроили. Это законно вообще? Вообще у нас в этом году избирается 27 муниципальных парламентов, депутатских собраний и 20 глав районов и городов республики Дагестан. Большой разницы с точки зрения законодательства нет, каким составом избирается глава. Или старым составом, или новым составом. Поэтому и тех, и других избрали вы, избиратели. Поэтому относитесь очень внимательно к выборам, которые мы проводим. Тем более, впервые выборы проводятся бесплатно. Я имею в виду, никому не надо будет платить за депутатское место. Обозначая общую ситуацию в республике, глава Дагестана подвел итоги деятельности за два года. За два года сделано, если брать сравнительный анализ, больше, чем за предыдущие 20 лет. Вот мы построили 41 дошкольно-образовательное учреждение. Когда такое было? За два года. Мы построили 16 школ. За два года. Мы построили несколько крупных предприятий. Мы построили десятки животноводческих ферм. Мы построили более 20 гектаров парникового хозяйства и так далее. Мы полностью преобразуем город Махачкала. Возможность обратиться к главе республики со своими вопросами была и у представителей федеральных СМИ. А самый юный участник этой встречи Магомед Магомедов, которого в Дербент на эфир первого лица республики, привела мечта. Я учусь в шестом классе. Сегодня мне исполняется 11 лет. Моя мечта – стать футболистом. И хочу я очень сильно попасть в Академию Анджи. Если это в ваших силах, помогите, пожалуйста. Я тебе с днём рождения дарю этот альбом. А вообще тебе хорошо подумай. Может, на волейбол пойдёшь? Благоустройство муниципалитетов, реконструкция аэропорта, создание рабочих мест, развитие АПК, коррупция, качество оказания медицинских услуг, уровень обучения в наших вузах по каждому из аспектов. Глава Дагестана ещё раз обозначил своё видение перспектив и возможностей. Завершая прямой эфир, Рамзан Абдулатипов поблагодарил всех, кто принимал в нём участие по обе стороны экрана. Вот такое чувство, что я должен был ещё тысячи вопросов осветить. Вот примерно такое же состояние, когда работаешь в Дагестане сегодня. Казалось бы, что-то мы уже успели, какая-то подвижка пошла. Сегодня республика по облику, по внутреннему содержанию – это совершенно другая республика, чем начало 2013 года. Прошло немного времени. Это означает, что Дагестан готов к возрождению, Дагестан готов к более качественной работе. И главная задача власти – помогать людям. И самое главное – Дагестан и дагестанцы заслуживают более достойной жизни, чтобы и мы уважали, и чтобы нас уважали. А для этого надо быть талантливыми, активными, как сказали наши молодые журналисты, креативными. Хотя я не знаю, что это такое. Желаю всем успехов. Вперёд к новым победам!